В Государственном историческом музее открылась выставка Карла Гампельна – глухонемого художника XIX века. Ему покровительствовала императорская семья. Заметили талантливого юношу в Вене, где тот учился в специальном училище для глухих. В России подобных заведений не было. Физическая особенность открыла двери высшее общество. Вот редкий портрет девятилетнего цесаревича Александра в гусарском мундире на фоне Анечкова дворца. В будущем он станет императором Александром II. Изобразить наследника престола, будущего императора, удоставил с такой честью не каждый художник. Это говорит о близости Гампельна к царской семье, ко двору. Одно из главных творений Гампельна – гравированная панорама гуляния в Екатерингофе 1 мая. Этим праздником в Петербурге встречали лето. Здесь проявилось редкое сочетание мастерства художника, гравёра и миниатюриста. На работу ушло более двух лет. Зрителям открывается лишь малая часть – разворот на два с половиной метра. Остальные семь с половиной скручены в свиток. Здесь шатры, танцы, русские самовары. Есть и автопортрет Гампельна. Вот он, молодой человек в цилиндре. Это так называемые косморамы. То есть они должны были помещаться в деревянный ящик со стеклом и с двумя ручками. И ты прокручиваешь эту панораму, она перед тобой проходит как своего рода кино. И вот это всё награвировать и вырезать на доске – это, конечно, неимоверный труд. Выставка проходит до середины мая.